Доброго ранку, мы из Украины! Приветствую всех неравнодушных к трагедии украинского народа, а также к войне, которую расистские оккупанты развязали на территории нашей Украины. Меня зовут Эд Блэк и это новости с передовой. И сегодня я расскажу о новостях, которые могут повлиять на нашу жизнь. И как всегда я начну с официальных потерь от Генштаба российских войск в Украине. Я вам скажу, что потери не уменьшаются, как я и вчера говорил. 500, 600, 700, 1800 и сегодня новые данные. 730 человек за одни сутки российских уничтоженных оккупантов. А всего же с начала войны в Украине с 24 февраля, по данным Генштаба Украины, погибло ровно 74 тысячи российских оккупантов. Как вы видите, потери ежедневно чудовищные. Естественно, такие потери как со стороны орков, так и украинской стороны тоже есть большие потери. Может быть наши сведения официальные чуть-чуть завышены, возможно, но потери по-любому ежедневно колоссальные. Война чудовищная продолжается и остановить ее может только один человек. Военный преступник, президент России Владимир Путин. Другого никого в мире такого нет. А он пока этого делать не хочет. А накануне Италия передала Украине пятый пакет военной помощи, в которое вошли тяжелые вооружения. Это высокоточные установки МЛРС, самоходные гаубицы ПЗХ-2000. Эти гаубицы могут выпускать до 20 снарядов за 3 минуты. Это очень эффективное, тяжелое оружие. В этих гаубицах, кстати, снаряды похожи на ракеты. То есть это самое современное оружие. Кроме этого, ВСУ получит от Италии и другие гаубицы. Например, самоходные гаубицы М109Л. А вчера, после раздумий, бункерный стратег Владимир Путин, который накануне имел неприятную беседу с президентом Эрдоганом, решил возвратиться в зерновую сделку. Но с одним условием, что Украина, теперь уже Украина, будет гарантировать России то, что она не будет больше трогать корабли Черноморского военного морского флота России. То есть Россия не будет препятствовать вывозу зерна, а Украина не будет добивать оставшийся Черноморский флот. Вот такое одно требование выдвинул Путин при разговоре с Эрдоганом. И, конечно же, он согласился. И сказал, что несмотря ни на что, выходит Россия, заходит в зерновую сделку под флагом Турции, вывоз зерна из Украины будет и дальше продолжаться. И, вероятнее всего, Путин наделал штаны, потому что сейчас появился новый лидер в этом регионе, который унижает всех, включая и Путина. Это президент Турции Эрдоган. А вчера ведущие издания России, РИА Новости, а также десятки других более мелких изданий сообщили, что в Европе заканчивается еда и вот-вот начнется голод. И все это из-за России, из-за принятых санкций в отношении России. Снимите санкции и в Европе откуда-то, наверное, из России появится опять еда. Примерно такие сообщения вчера были во всех газетах, а также средствах массовой информации, включая самые ведущие. Интересно, в Европе знают о голоде или нет? Наверное, нет, потому что прилавки там до сих пор забиты. Все, что рассказывает Россия, заканчивающаяся идея о голоде в Европе, это очередные фейки, очередные вбросы, очередная лапша малообразованным россиянам. Вот и все. Слава ЗСУ, слава героям, слава нашим друзьям во всем мире, перемога будет за нами и уже идет. До новых встреч в следующем обзоре.